Здравствуйте! Расскажу об экскурсии по Лондону на туристическом автобусе. Автобус я взял у вокзала Виктория и на втором этаже, где все открыто, поехали смотреть. Народу было едва ли половина, шел дождик, часть народа была под зонтиком, часть отдела балахоны от дождя, дождевики, там же в автобусе раздавали. Ну и поехали мы смотреть Лондон. Ну не скажу, что город меня чем-то сильно поразил, он оказался довольно скучным. Ну какие-то памятники есть, какие-то вот они все местного значения. Да, дома красивые, чувствуется, что это была столица империи когда-то, но и только. В общем можно сказать, что город безликий, вот это я кстати. В центре много домов помпезных, но они так на взгляд где-то века 17-го, начало 18-го, там, ну может еще 18-го в конце. Ну ничем не поражают. Да, чистенько, уютненько. Какие-то арки стоят триумфальные. Вот зал Адеон знаменитый, где концерты проходят, фонтаны. Все щелкают, смотрят. Особо-то щелкать нечего, но уже раз приехали, надо щелкать. Ничем не поражает город, никакими особыми красотами. Ну такой серый европейский город промышленный. Дома все невысокие, не боскребов мало. Не боскребов в деловой части, а вот все вот такие. Вот это кстати в одном из таких домов, который слева, находится музей Шарлока Холмса. В тех сереньких. Ну вот едем, мы смотрим. Гид что-то рассказывает по-английски. Вот я тогда еще английский не очень хорошо знал, поэтому понимал там 5-е через 10-е. Ну основной схватывал. Вот станция Бейкер-стрит, здесь недалеко музей Шарлока Холмса. Там он жил, Бейкер-стрит. Мадам Тюсо музей, вот этот с овальной крышей. Колоколинка какая-то. Ну в общем, в общем, Лондон досильно никто не любит. Как архитектурный центр, культурный центр. Финансовая столица Европы, это да. А так, особых разок в нем нет. В парке есть дома, колоннады. Какой у них смысл в этих домах, что там происходило. Ну это интересно, только местным. Вот довольно красивый дом. Это интересно только местным, потому что, ну остров оторванных всего. Мало он контактирует с Европой. Мало до нас дошло от Лондона. Какие-то телефонные будки стоят, но уже это 2011 год. Телефонные будки стоят, но уже тогда мало кто ими пользовался. Их чаще использовали как общественные туалеты. И там еще были вложены рекламы проституток местных. А так уже никто не звонил. Автоматы работали кое-как. Вот такие серенькие домики. Ну Лондон вообще малоэтажный. Гулять среди них довольно скучно. А на автобусе ездить в виде экскурсии, это вообще бесполезно. Большие автобусных экскурсий не брал нигде и никогда. Вот площадь Пикадилли, там статуя Айроса на фонтане. Больше автобусных экскурсий не брал нигде и никогда, потому что они абсолютно не информативные. Вот сидя в автобусе, ты не чувствуешь атмосферу города. Это надо ходить пешком по этим улицам. И так настолько же бесполезны и экскурсии с воды, с корабликом. Тоже ты ничего не чувствуешь, мало что понимаешь, когда видишь. И я не люблю брать ни кораблики. А вот Трафальгарская площадь и кораблик в бутылке. Их там часто меняют эти фигурки. Фонтан на Трафальгарской площади. Я не люблю брать ни автобусные экскурсии с крыши, ни по реке. Абсолютно бесполезное времяпрепровождение. Но денег много требует. Вот эта экскурсия, кстати, у меня обошлась в 20 фунтов. Или в 25. Ну, можно было кататься целый день на автобусе. Но смысл? Что там скучно, что здесь скучно. Да, там мы все еще кружим вокруг Трафальгарской площади. Теперь повернули в переулки. В другие улицы, вернее, не в переулки. Ну, вот такая вся лондонская архитектура. Помпезные имперские здания. 18 века. Да. Прям что в Лондоне в 16 веке был уничтожен пожаром, поэтому мало что осталось. Парламент. Вот этот парламент. И в Эсминстер-Каббасово они там рядом расположены. Вот самые старинные здания Лондона. Биг Бен. Ну, Биг Бен там же с парламентом. Я считаю, что это один комплекс с парламентом. Вот парламент. Парламент может, кстати, пройти любой. Там есть балкончики для публики. Это совершенно бесплатно. Я там был, но как-то потом расскажу. Да, вот мост через Темзу. Видно парламент. Потом я сниму отдельное видео про то, как я посещал парламент. Там, кстати, снимать запрещено. А вот это коллекцо знаменитое, которое поставили в 2000 году в Лондонай. Лондонский глаз. Ну и все. Все. Там Темза довольно мутная. Очень много транспорта водного по ней ходит. Какие-то барыши, самоходки. То есть она работает напряженно, как промышленная артерия. Трудится река. Ну вот этот вот Лондонай. Кабинки застекленные. Не выглянешь. Стекло мутное, поэтому расплывается все. Да, вот фигурки скаю ставлю. Нам сказал, что это лис Кевин. Его назвали Кевин. Не знаю я вообще с чего. В Англии вообще очень любят лис. Лисицы. Ну почему-то Кевин тут тогда сидел там. Не знаю, связи с чем. Типичная лондонская улица. Ну красивая, да. Дома красивые. А что у них в этой красоте? Это местным интересно. Мне так не очень. Чужое. Чужое все. Да и красота-то, в общем-то, заурядная. Домов XVIII века везде полно и везде красивые. А вот еще фигурка какого-то дракона. Экспроссовый сказал, что это его тёща. Все его тёща делали. Все засмеялись. Ну такой юмор взятия. Я не любитель этого юмора. Вот он что-то рассказывает про каждый дом. Там играл Джимми Хендрикс. У него была студия. Там еще что-то. А вот собор Святого Павла. Сент-Полк Эсидрел. Ну да, пускай за деньги. Я зашел в предбанник. Там дальше будет. Постоял. Денег платить не хотелось. 15 фунтов. Не такая уж красота. Да, он и не древний. Это не Собор Святого Петра Время. Это такая довольно скромная. Довольно скромное сооружение. Он уж экскурсовод сидит с микрофоном. Потом, кстати, он заметил, что я не очень его понимаю. Мне предложили сесть на, пересесть на автобус, где есть русский перевод. Я потом это так и сделал. Да, вот опять сент-Полк. Вон там выглядывает небоскреба гурец. Так, что-то еще. Я потом пересел. Ну там, что в наушниках, чтобы из наушников-то... Было бы о чем рассказывать. А рассказывать особо не о чем. Ничего это не впечатляет. Впечатляет. Если ты один раз купил билет, а вот монумент в честь пожара Лондона, там с балкончиком, с него можно осмотреть город. Если ты один раз купил билет, то ты можешь вот на эти автобусы, этой фирмы, пересаживаться в любое месте и в любое время. Сошел, посмотрел, погулял, опять сел с тем же билетом, где опускают. Целый день можно кататься. Да толку-то? Опять мы едем через Таймзу. Да, он там, знаменитый лондонский мост. Перед ним стоит крейсер Белфаст, который воевал во Второй мировой войне. Да, вот лондонский мост. А вот перед темницей, лондонская темница там, средневековая, вот карлик нарядился, с ним фотографируют. Вот музей, музей, тюрьма-музей. Можно ее посетить. Ну, у меня лень было выходить из автобуса, я не стал посещать. Опять же, лишнее 10-15 фунтов платить не хотелось. За то, чтобы кандалы увидеть. Вот, наш автобус пересекает мост, вот этот знаменитый. А мост, там пробка была, мы минут 40 там стояли, пока смогли его пересечь. Из моста видно Тауэр, но вот Тауэр выглядит вот так, вот смотрите, да. Я не увидел здесь особо красоты и не пошел его посещать, потому что билет Тауэр стоил дополнительно 15-20 фунтов, уже не помню, сколько тогда было. Но не меньше 15. Платить как-то не хотелось. Да там и ничего, там ходят вот эти актеры, наряженные в костюмы бифитеров. Никаких там красок нет. Если в интернете посмотреть. Да, вот Сфинкс какой-то из Египта, привезенный. Тут вот можно за те же деньги пересесть на речной трамвайчик, покататься по ТМЗ, вот который в моем билете я уже заплатил, но я не стал, я уже знал, что такое речные в сурсе, я не стал пересаживаться. А автобусные, вот я в этот раз узнал, тоже с тех пор не садился. Вот на Лондону, другой вид, на лондонский класс, с другого берега. Опять к парламенту вернулись. Ну то есть ехать особо не было. Вот круг он делает этот мост, парламент, парламент, мост. И поэтому кругу он нарезает круги, потому что... Ну дальше окраины там закопченные. Кстати, они очень быстро будут на них начинаются. Закопченные окраины совершенно неинтересные. Дома ветхие. Не на что смотреть. Только центр. А центр весь 18 века тоже не начал смотреть. Ну максимум 17. Кое-что может от 16 уцелело. Набережная. Набережная красивая у них, да. Набережная Тензе. Ну сама там за некрасивая. Опять видно парламент с другой стороны. Вот все такое здесь. Ну да, да. Есть красивые дома, есть. Такие дома есть везде. Опять парламент. Мы кружим возле парламента. Мы кругами ездим. Туда, сюда, туда, сюда. Центр всей жизни в парламент. Парламент и Вестминстер. Они в едином стиле сделали. И, да, вот это уже Вестминстер. Там венчалась принцесса Диана раньше. Там потом венчался принц Гарри. В одиннадцатом году принц Гарри женился. И, да, вот это опять я на фоне Вестминстера. Вот, кажется, в этом зале церемония проходила. И тут крутят фильмы о том, как это было. Зеленая лужайка. Туда выйти нельзя, только полюбоваться из Вестминстера. Вестминстере много могил. Я надеялся увидеть могилу Ньютона. Ее там нет. Это опять я. Могилу Шекспира ее там тоже нет. Ну, у Шекспира точно нет, а Ньютона я не помню. По-моему, у Ньютона там могила нет. Да, и вот Вестминстер весь подперли вот такими колоннами современными, чтобы он не упал, потому что здание ветхое. Я там ему около тысячи лет. Ну, там 900, кажется. Так, это опять я на фоне Вестминстера. Тут коридорчик такой. Колонны состарили, но все равно видно, что это такие подпорки. Люди на газонах. Вангрии любят на газонах сидеть, лежать. Двор парламента. Велосипеды стоят. Депутаты приезжают на велосипедах, что не может не радовать. Вот это я сам себя поставил. Фотоаппарат на автомат сфотографировал. Он мигал, народ сполошился. Уж не бомба ли это? На меня тревожно так поглядывали, но потом поняли, что это я себя снимаю. С другой стороны реки. Да, вот я зашел в предбанник собора Святого Павла. Тут могила какого-то рыцаря. Или двух рыцарей. А дальше надо уже деньги платить. Я не пошел. На фоне собора Святого Павла. Сфотографировался. Вот опять же этот собор. Едем дальше. То есть я выходил, заходил, выходил, заходил. Наушники дают бесплатные. Плохонькие, но дают. Вот опять же этот мост. Крейсер Белфаст. Сити круизис. Речные круизы. В общем, надо было покататься, но не было желания. Опять Тауэр. По второму разу проезжаем. Какой-то корабль стоит. Вот расценки за речные круизы. Опять Вестминстер. Ну вот так вот мы и кружимся. Наша песня хороша. Начинаю сначала. Лондонский бомж. Помните песню? А где-то лондонский бомж? Знакомый до крика с днем рождения. А, пардон. Это лондонский бомж, а не лондонский бомж. Шучу. Вот опять. Вестминстер. Биг Бен. Да, а вот потом я уже вышел с автобуса, пошел к Букингемскому дворцу. Долго шел, но вот пришел. Значит, вот гвардейцы. Очень много народа перед Букингемским дворцом. Двор пустой. Вокруг этого памятника, да. Иногда пускают в Букингемский дворец, там один день в месяц или два дня в месяц. Но, в общем, тогда был не тот день, и я не смог туда попасть. Вот из-за центральной площади расходятся дорожки. Опять же, я себя сфотографировал на фоне дворца. Центральные ворота. Сюда выезжает королева. Ну, неизвестно, была ли она в этот день в Лондоне. А так, если дворец от дворца отойти, вот такая ограда там. Здоровенные шипы, камеры, чтобы злоумышленники не проникли. Ну, и вот отсюда мы уже идем к вокзалу Виктория. А здесь такие вот колонны. На них выбиты названия всех стран, с которыми Британия когда-либо воевала. Ну, в принципе, все. Спасибо за внимание. С вами был Леонид Рудницкий.